Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. Сегодня опять хочу поделиться еще одним кулинарным влогом. И сегодня опять решил сделать салат. Также очень легко делается, быстро в приготовлении. И думаю, будет всем интересно и также всем понравится, как и понравился мне. Это у нас салат называется «Сытный». Что же нам для этого нужно? В первую очередь, конечно же, тут морковка. Нам нужно две штуки морковки сырых. Натираем на терку для корейской моркови. Немного такой вот вариант. Также нам нужны куриные желудки. 400 грамм. Мы отвариваем куриные желудки в подсоленной воде. Добавляем один лавровый лист. И также 6 горошин духмяного перца. Это все мы варим. Когда сварили, пупы остудили. И потом нарезаем пластинками. Еще раз повторюсь, 400 грамм куриных желудков. Также красный перец, соль, соевый соус. И также одна луковица. Нарезаем полукольцами. И маринуем в уксусе. Уксуса нужно 100 миллилитров. И также маринуем 40 минут. И потом это все мы, всю жидкость через друшлаг пропускаем, чтобы именно вся жидкость из лука сошла. И получается у нас такой вот маринованный лук. И что же я сейчас буду делать? И также еще плюс, нам нужно, сейчас здесь не стоит, еще нужно нам нерафинированного подсолнечного масла. Итак, что мы делаем? В морковку мы ложим пупы. Лук. Теперь 1 столовая ложка соевого соуса. Так, добавил. И теперь сюда еще добавляем 1 чайную ложку красного перца. И также потом добавляем по вкусу соль. Вот получается вот так. Теперь я поставил на сковородку, на разогрев и разогреваем подсолнечное масло. Масло нам нужно 5 столовых ложек. Сейчас, когда масло разогреется, мы это все выливаем именно сюда на кубку. И все хорошо, тщательно перемешиваем деревянной лопаткой. Или так, если нет у вас деревянной лопатки, то можно вот именно пластмассовой лопаткой, только не металлом. И хорошо теперь перемешиваем. Так, вот я перемешал и получился вот такой вот прям вкуснейший салат. Конечно же, он еще пока до конца не готов. Беру я судок, вот. И сейчас я этот салат перекину в этот судок и поставлю в холодильник настаиваться на целый час. Так, и накрываем крышкой. Как раз и аромат будет на месте, не будет по всему холодильнику. Люблю такие вот сутки, это просто что-то с чем-то. Вот, так что настоится целый час, и потом я к вам вернусь. Даже я что хочу сказать, даже можно спокойно будет это сделать, допустим, вечером. Вот, и даже если вот за ночь поставить, да, и утром же, когда вы захотите поужинать, то как раз он уже будет полным ходом уже готов. Так что он вообще просто вкуснейший и быстрый способ приготовления этого салата. Так, я закрутился. Прошло не часа, прошло аж три часа. Вот, что хочу сказать, что ну просто бомбезный салат. Очень вкусный, даже говорю, быстрое приготовление в него. Очень все шикарно. Долго заморачиваться не нужно. И действительно очень вкусный, вкусный, вкусный. Даже более он напоминает мне корейский салат, потому что как-то вот более как-то... Вот, если вы помните, у меня есть рецепт, я делал огурцы по-корейски. Вот, также и здесь тоже приблизительно похожий рецепт, но здесь совсем другие агредиенты, как вы видите, да, и специи также другие. Вот, и за это тоже надо сказать, что здесь куриные желудки по-корейски. Получается в таком вот роде. Так что очень вкусный, вот, и надеюсь, вам понравился такой рецепт. И как раз тоже спокойно может подойти к любому празднику, или просто для себя, просто приготовить, да, покушать, или даже на любой праздник. Просто разберут с руками и ногами. Так что все мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезен этот рецепт. Надеюсь, понравилось и до новых встреч. Целую, люблю, ваш Игорь. Пока-пока.